Медицинских наук, профессор, заведующий конкретно гастроэнтерологии имени Пиракова, город Москва, с темой доклада «Повышенно проницаемые слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, патогенезис заболеваний органов пищеварения». Доброго уважаемые председатели, дорогие мои коллеги, сегодня я вас приветствую, я вообще обожаю врачей, гастроэнтерологов, особенно это труженицы, это пчелки, и врачи это особая когорта, которая должна показывать народу, что такое настоящий человек, настоящий врач, и что вы вас любили. Ну а теперь к теме. Значит, что изменилось за последние пять лет вот в нашей гастроэнтерологии, в нашей пищеварительной трубке, от пищевода до ануса. Значит, начали, вот были проведены очень большие исследования, особенно при функциональных заболеваниях, при которых эндоскописты не находят практически никакой патологии, а больные на нас высыпают кучу жалоб. И мы по жалобам смотрим пищевод, желудок, там, допустим, пищевод, нейрозийная ГЭР, мы называем там желудок, функциональная диспепсия, если нет язвы эрозии, тонкая толстая кишка, не находим патологии органической, то есть эрозии, язвы, выраженного воспаления, мы называем синдром раздраженного кишечника и так далее. И когда вот все-таки без морфологического субстрата нет жалоб практически. Поэтому такие самые передовые умы мира, медицинские умы мира, стали в тупик. Почему? Мы не находим никакой патологии эндоскопической, а у больных есть жалоб и начали изучать это все на очень глубоком уровне не только морфологии, а это и гистохимия и прочее-прочее. И что оказалось? Что у этих больных с функциональными нарушениями имеется на морфологическом уровне единый патологический процесс, который называется «Повышенная проницаемость слизистой оболочки пищеварительного тракта». И сейчас это очень интенсивно изучается. Сейчас я... Интенсивно изучается. Что же оказалось? Что наша пищеварительная трубка имеет просвет. В каждом биотопе свой химус в просвете. В пищеводе, допустим, химус очень, ну, скажем, может быть, там, небольшой секрет слизи, если туда не забрасывается соляная кислота, пепсин, жил, что в пищеводе есть, конечно, небольшое количество, ну, как бы, такого вязкого содержимого, это, в основном, бикарбонаты в желудке, соляная кислота, пепсин и так далее. То есть в каждом биотопе имеется свой определенный химус в просвете кишки. И этот химус содержит в каждом биотопе, содержит бактерии. Почему содержатся эти бактерии? Они в разных количествах, потому что у нас в желудочно-кишечном тракте есть еще один орган, помимо того, что мы знали. Этот орган носит название микробиом. Это полтора килограмма бактерий, которые примерно 5-10% существуют в просвете, вот в этом химусе, а основная масса прикреплена к слизистой оболочке. И вот этот, как бы, состав химуса входит, как правило, это слизь, немножко бикарбонатов в каждом практически отделе и бактерии. Допустим, в желудке 10 в третьей степени, в 12-перстной кишке 10 в третьей степени, а в толстой кишке 10 в 12 степени находятся. Значит, и в каждом отделе пищеварительного тракта есть свои факторы агрессии, которые при определенных условиях могут повредить слизистую оболочку. Эти родные, наши, с которыми мы рождаемся и так далее. Классика соляная кислота и персин, язвенная болезнь, эрозия и так далее. Поэтому природа придумала создать мощный барьер, чтобы содержимое этого химуса, особенно макромолекулы, это вирусы, это бактерии, это белковые, крупные белковые частицы, они не должны проникать во внутреннюю среду, потому что проникая во внутреннюю среду, это повреждение организма, это развитие сепсиса и так далее. Значит, что сделала природа? Она создала так называемый гастроинтестинальный слизистый барьер. Гастроинтестинальный слизистый барьер состоит из первого слоя слизи, которая прикреплена к эпиделию, покрывающему все отделы пищеварительной трубки. И в этом слое слизи, слизь делится там на жидкую, плотную слизь, в основном это плотная слизь, в ней располагаются нормальные бактерии, которые свойственны этому биотоку. И эти бактерии прикреплены к эпиделию, к эпиделию, и вот этот слизь бактерий и поверхностный эпиделию образует так называемый микробно-тканевой комплекс. Он мощный, но главное в этом комплексе предотлежит слизи. Она не дает возможности адгизироваться большому количеству бактерий, даже нормальных. Она не дает возможности проникнуть эпиделию условно-патогенным и патогенным бактериям. Значит, это так называемая преэпиделиальная защита. Далее идет в этом защитном слое, это эпиделиальные клетки, то есть эпиделиальная защита. Значит, каждая клетка эпиделиальная, она практически непроницаема также для макробактерий, для макромолекул, в том числе бактерий и так далее. Далее, каждая клетка к клетке приклеена плотным биологическим клеем. Это в основном белковые субстанции, их называют клаудины, акклютины, клаудины и так далее. Это мощные белки, которые соединены между собой гликопротеидами, и вот эти белковые молекулы, они даже их такие отрожки, что ли, они прикрепляются даже к мышечному слою, мышечному слою, ну, пищеварительной трубки. В условиях, через эти белки, также невозможно проникновение химуса, который находится в просвете кишки. И когда в условиях патологии, то есть когда нарастают факторы агрессии, то первыми, вот в этой эпидемиальной выстилке, первыми повреждаются тесные межклеточные пространства. Образуются дыры между клетками, и вот это получило название такое, дырявая кишка, протекающая кишка и так далее. И это уже очень серьезная патология. Значит, далее в этот гастроинтестинальный барьер защитный входит также вот подслизистый слой. Здесь у нас первое – это кровоток, который обеспечивает жизнедеятельность выше лежащих барьеров. Здесь у нас клетки иммунной системы. В первую очередь те самые лимфоциты, которые находятся и под эпидемиальными клетками, они могут находиться между эпидемиальными клетками. Это наш иммунологический барьер. Если что-то прорвалось, они прорвались до этого уровня, они включают свои защитные функции. Значит, здесь же располагается кишечная нервная система. Ну, раньше она вегетативная нервная система, сейчас энтеральная нервная система. Значит, и в этой системе, и в кишечно-нервной системе есть два окончания. Первое – это окончание чувствительное, раздражение которых дает боль, и окончание моторное, раздражение которых вызывает нарушение моторики того или иного тела, пищеварительного тракта. Значит, когда мы лечим больного в настоящее время, что мы имеем в своих руках? Первое – нам нужно снизить факторы агрессии. Да, мы их снижаем. Ингибиторы протонной помпы, там, допустим, антибактериальные препараты и так далее. Второе – нам бы залатать тесные межклеточные контакты. Нам бы восстановить слизистый слой, пока у нас лекарственных препаратов не было до сих пор. И далее мы назначаем этим больным препараты, которые, ну, допустим, влияют на моторику. В спазмолитике, в некоторых случаях прокинетике, но это уже мы лечим последствия. То есть это не этиология и даже не патогенез, а это последствия вот этой нарушения вот этого слизистого варьера. Вы мне переключаете или я? В каком моменте? Ой, не туда. Давайте я. Итак, хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот нас учили давным-давно, что равновесие факторов агрессии и факторов защиты – это основа нормального функционирования слизистой оболочки. Если у больного или увеличиваются факторы агрессии, или снижаются факторы защиты, мы получаем патологические изменения. Значит, и так мы в каждом случае, пришел к нам больной, он нас грузит, у меня боли в животе, у меня там, допустим, закоры или у меня поносы и так далее. Вы сразу же должны определиться фактор агрессии. Почему? То есть фактор агрессии начинает повреждать вот этот гастроинтестинальный слизистый барьер. И вы так думаете. Говорит он у меня изжога. Значит, вы ищете фактор агрессии соляной кислоты, допустим, кепсин. Говорит он у вас боречь во рту. Фактор агрессии желчной кислоты. И дальше вы уже соображаете, а почему они попали в пищевод. Понятно, что случилось. Но выявили факторы агрессии. Значит, вот они здесь перечислены. Но в настоящее время, в связи с вот этим изучением микробиома, в любом случае, любые повреждения ведут, то есть, включают вот этот агрессивный фактор именно микробиом. Независимо, или это он нарушен, или не нарушен микробиом. Дальше я вам покажу. А далее второе. Вы думаете, а что случилось с защитой? Почему защита, допустим, ну как бы дисбаланс такой возник. И вы сразу вспоминаете, префитериальная защита слизи. А вам больной говорит, доктор, у меня в кале огромное количество слизи. Понятно? Вот, допустим, диарея, там, запор, кал окутан, эти горохи окутаны нитями слизи. Значит, какой больной боится, а какие мысли у врача? Мы говорим, слизь это защита. Поэтому мы говорим, кишка умеет защищаться. А второе, от чего она защищается? Вот, и вот то, от чего она защищается, это и есть тот фактор агрессии, который мы должны определить и назначить терапию. Значит, и так, если у нас возрастают агрессивные факторы или снижаются протективные факторы, ну, допустим, самое элементарное, вы дали нестероидные противовоспалительные препараты, снизили синтез простагландинов в ЖКТ, и все, факторов защиты нет. И вы получаете гастропатии, НПВП, ассоциированная гастро, энтероколонопатии и так далее. То есть каждый раз мы должны подумать, не только убрать и распознать факторы агрессии, а подумать, как повысить факторы защиты у данного пациента. Теперь вот схематично давайте посмотрим, что происходит вот при нарушении факторов агрессии и факторов защиты. То есть какие последствия вот этого нарушения эпиделиальной проницаемости и, в первую очередь, нарушения тесных межклеточных контактов. Вот нормальная слизистая. Каждая клетка приклеена к другой плотными тесными межклеточными контактами. При обладании факторов агрессии над факторами защиты приводит к тому, что разрушается слизь, раздвигаются, вначале раздвигаются вот эти тесные межклеточные соединения, то есть в пространство, затем разрываются вот эти тесные межклеточные контакты, и вот в этой фенестре, дырке содержимое химус, который находится в данном биотопе, и второе, обязательно, стопроцентно, бактерии, которые находятся и в самом просвете кишки, и бактерии, которые покрывают слизистую оболочку, они проникают в эту дырку и поступают в под слизистое пространство. То есть это как бы такой первый этап. Они могут проникнуть через всю слизистую мышечную, попасть в лимфоузлы, и это мы называем транслокация кишечных бактерий за пределы кишки. Здесь пока идет, вот на первых этапах, это транслокация факторов агрессии, и транслокация бактерий идет под слизистую оболочку, то есть под эпиделярный слой. А здесь у нас первыми, кто встречает эти бактерии, неважно, нормальная ли это бактерия, или это условно-патогенная бактерия, и даже патогенная, здесь у нас встречает клетки иммунной системы, возникает воспаление. Значит, воспаление, если факторы агрессии умеренные, и если нет условно-патогенных бактерий, здесь возникает воспаление низкой степени активности. Если же агрессия достаточно большая, мы получаем, и туда проникли бактерии, мы получаем воспаление высокой степени активности с повреждением эпиделярного слоя, то есть мы получим у этого больного развитие эрозии и язвы. Если воспаление низкой степени активности, эпиделярная выстилка не страдает, и эндоскопист не дойдет тяжелых изменений слизистой оболочки. Значит, что такое воспаление? Значит, когда мы говорим о низкой степени активности, или иногда неактивной еще называют воспаление, это лимфоцитарные инфильтраты, лимфоциты. Значит, если же воспаление высокой степени или активное воспаление, туда в эти инфильтраты входят нейтрофилы. Нейтрофилы запускают перегисные инфиды, нейтрофилы при гибели выделяют огромное количество протеолитических ферментов, нейтрофилы разрушители. Это высокая активность, и мы увидим негрозы, эпиделярные выстилки, а эндоскописты нам дадут язвы, дадут выраженное воспаление и эрозии слизистой оболочки. Помимо того, что в зоне воспаления возникает вот этот оксидативный стресс, там водород, свободный кислород и так далее, перекиси, здесь продуцируется провоспалительная цитокина. Провоспалительные цитокины – это сигнальные молекулы. Значит, провоспалительные цитокины, они действуют на чувствительные нервные окончания, раздражают, вызывают висцеральную гиперчувствительность, а это формирует болевой синдром. То есть больной сказал вам, корик, и вы сразу думаете, где активизировались вот эти чувствительные рецепторы – пищеводие в желудке, кишке и так далее. И что их активизировало? И идете уже вверх по этой лестнице. Воспаление, цитокины и так далее. Если же определенные цитокины связываются с моторными рецепторами, вызывая нарушение моторики. Это и спастическая дискинезия, это гипер- и гипомоторная дискинезия. И каждый цитокин, вот сейчас изучается, какие цитокины ответственны за те или иные моторные расстройства. Есть уже несколько публикаций по пищеводу, ахлазия пищевода, где четко определено, что такой тип цитокинов вызывает вот такие-то изменения. Будущее может быть через 5-6 лет. Мы уже будем иметь именно терапию, антицитокиновую терапию по нормализации таких тяжелых моторных нарушений при функциональных трудах и при органических заболеваниях. Значит, вот вам сценарий. И каждый раз вы должны помнить, что мы сейчас имеем в своих руках. Мы можем бороться с факторами агрессии. Понятно? Мы можем нормализовать моторику. Это последствия вот этой повышенной проницаемости. Но нам нужно, помимо того, чтобы убрать факторы агрессии, нам нужно залатать вот эти тесные межклеточные контакты, то есть восстановить целостность. Ой, разговаривалось. Значит, что появилось? Вот множество работ последние, ну, 10 лет, в которых было показано, что синдром повышенной эпидемиальной проницаемости это ключевое звено патогенеза как функциональных, так и органических заболеваний желудочно-кишечного тракта. И было показано, что вот это нарушение тесных межклеточных контактов и рост проницаемости при очень, то есть при практически всех функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И, конечно, тяжесть симптомов, выраженность этих симптомов зависит от степени повреждения этого барьера. Теперь мы, если мы вспомним наших больных, то у них очень часто сочетается и функциональная, и органическая патология. Это может быть, допустим, часто эрозивная рефлюксная болезнь и функциональная диспепсия, эрозивная рефлюксная болезнь и СФК. Почему 25% имеют вот такую сочетанную патологию? Потому что в основе этой сочетанной патологии лежит единый патогенетический механизм, именно повышенная межклеточная проницаемость. Значит, было показано, что вот устранение, только устранение факторов агрессии недостаточно для того, чтобы разрешить воспаление в слизистой оболочке и купировать клинические симптомы. Мы можем на какое-то время получить улучшение, ремиссию, но далее отменяем лечение, и все возвращается. Это было показано, но на классическом, это на хеликобактерном гастрите. Мы радицируем хеликобактер пилори, а воспалительный процесс в слизистой оболочке остается, ну вот допустим, у 60% через год после успешной эрозитации в слизистой оболочке есть выраженная лимфоидная инфильтрация. Поэтому, значит, вот повышенная кишечная проницаемость это новая мишень для профилактики и терапии функциональных и органических заболеваний желудочно-кишечного тракта, потому что у них единый патофизиологический механизм, и это порождает общность симптомов. И когда мы говорим лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, мы должны вспомнить эту тесную межклеточные контакты и повышенную межклеточную проницаемость. Теперь вспоминаем, что у нас является ведущим защитником слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Значит, доказано, что основным вот таким фактором защиты являются простагландины. В желудочно-кишечном тракте Е2 и Ай12, эти простагландины, они являются ведущими цитопротекторами. А теперь посмотрите, стимулируют продукцию слизи и карбонатов, значит, первый уровень защиты. Далее усиливает клеточную пролиферацию и регенерацию слизистой оболочки, эпителиальный уровень защиты. Повышается уровень сульгидрильных компонентов, серосодержащих белков, которые являются самыми мощными антиоксидантами. Значит, это тоже у нас слизистый барьер. И далее регулирует кишечный кровоток. То есть простагландины участвуют на всех трех уровнях цитопротекции в желудочно-кишечном тракте. Сейчас у нас появился препарат РИБАДИН. Значит, это международное название, РИБАМИТИН. Это давний японский препарат, который длительное время использовался только в Юго-Восточной Азии. А когда начали использовать в других регионах, и в частности у нас, то оказалось, что этот препарат имеет массу положительных эффектов. Это аминокислота. То есть это не какой-то там химическая структура. Это аминокислота. И основной механизм действия – это индукция синтеза простагландином Е2 и Ай-12 на всем протяжении желудочно-кишечного тракта. То есть от пищевода до ануса. Значит, он восстанавливает защитное свойство слизистой оболочки на всех вот этих трех структурах, о которых я вам говорила. Значит, если мы посмотрим опять относительно вот этой картинки, что мы увидим? Значит, усиливает секрецию слизи, снижает адгезию бактерий к слизистой оболочке, восстанавливает тесные межклеточные контакты, сшивает их, препятствует, соответственно, проникновению бактерий и других повреждающих факторов в глубину слизистой оболочки. Понятно, что уровень медиатора воспаления или нормальный, то есть нет воспаления и способствует устранению боли и симптомов, связанных с нарушением моторики. Поэтому он стал препаратом базисной патогенетической терапии желудочно-кишечного тракта. Значит, кроме того, препарат оказался эффективным в канцеропревенции как в желудке, так и в кишечнике. Посмотрите за недостаточностью времени, у меня просто нет, раз что идти дальше. Значит, выпускается препарат в таблетках по 100 мг, назначается 100 мг в 3 раза в день лучше после еды примерно 40-60 минут. Значит, продолжительность лечения от 2 до 4 недель, 2 недели, если вообще никаких структурных изменений нет, допустим, в слизистой оболочке, 4 недели, если есть воспалительный процесс эрозии, и 8 недель, если есть большие язвы. То есть, такое назначение препарата. Значит, препарат абсолютно безопасен, он полпроцента дает побочных эффектов, которые не требуют отмены. Тройная доза была изучена в течение длительного времени, принимали 300 мг в 3 раза в день, не нарастают побочные эффекты, и годичное использование не нарастает количество побочных эффектов. Теперь посмотрим, как можно использовать в клинической практике. Первое – пищевод. Значит, вот посмотрите, работа, которая показала, что рипамепид эффективен при рефлюксной болезни. Особенно в этой работе показана особая токсичность туаденального содержимого, которое забрасывается в пищевод. Значит, следующее – как это преломить в жизни? Значит, итак, эрозивный герб, стандарт, ингибитор протонной помпы 2 раза в день. Вы помните, коморбидный больной, рапипрозол, пантапрозол. Если обычный больной, любой ингибитор протонной помпы. Значит, опять 6-8 недель, а далее терапия, половинная разовая доза и терапия, возможно, по требованию. И здесь вы проводите рипамепид 100 мг 3 раза в день в течение 4 недель. Неэрозивный герб. Здесь вы, та же разовая доза 1 раз в день до купирования симптомов. А далее поддерживающая терапия в режиме по требованию. И здесь вы назначаете второе, как бы латаете. Кстати, при пищеводе найдены тоже нарушения тесных межклеточных контактов. Значит, вы их латаете. Рипатит 100 мг 3 раза в день в течение 2 недель. Значит, понятно, что при эрозивной и негазивной герб, если недостаточность, эффективность, допустим, ИПП, и есть, особенно, если еще есть функциональная диспепсия, дополнительно назначаются прокинентики, и в частности, гитомер. Если же у нас есть комбинация гислотных и щелочных рефлюксов, то есть, то изжога, то горечь во рту, то есть, изжога с горечью во рту, изжога с кислотой во рту, вот эти рефлюксы с горечью во рту, это дуоденальная гипертензия. 99% больных с дуоденальной гипертензией, то есть, с горечью во рту, имеют микробную контоминацию 12-перстной кишки, имеют так называемый симптом манной крупы. Это не только транслокация бактерий в слизистую оболочку, это транслокация бактерий за пределы кишки с вовлечением лимфатических сосудов. И вот эта манная крупа, это лимфостазы в результате развития лимфоденитов. И кроме как этим больным, если вы не назначите кишечные антисептики, не декометринируете 12-перстных кишков, вы никогда не получите достойного эффекта. Лимфостазы, вот если имеется симптом манной группы, вы должны провести 3 курса антибактериальной терапии. Лучше каждый месяц 7-дневный курс, каждый месяц 7-дневный курс. И только через это время вы можете думать, что разрешился лимфоденит. Ну вы знаете ангина лимфоузлы. Ангина ушла, лимфоузлы еще 3 месяца увеличены. Значит итак этим больным ингибитор протонной гумбой. Далее урсосан это прокинетик. Это препарат, который увеличивает опион желчи. Желчи обладает тоже антибактериальным эффектом. Значит далее обязательно кишечный антисептик и репогид 100 миллиграмм 3 раза в день 2 недели. у нас нет структурных изменений 4 недели. Если у нас есть дуадениты и допустим реферсная болезнь эрозинная. Я уже перебираю. Функциональная диспельсия и хронический гастрит. Литературные данные очень обширные эффективности препарата репогид даже в монотерапии в лечении этих заболеваний. Значит функциональная диспельсия она делится на хеликобактер ассоциированную это хеликобактерный гастрит с симптомами и функциональная диспельсия хеликобактер отрицательная симптомы и понятно HP минус. Значит и так если это функциональная диспельсия и хронический гастрит хеликобактер значит эрадикация обязательно потому что в гастрит хеликобактер признан инфекционным заболеванием и согласно Киотскому и другим соглашениям эрадикация должна быть в обязательном порядке. Значит эрадикация ингибитор протонной кумбы 2 антибиотика плюс препарат висмута 2 раза в день. Здесь вы уже просто времени нет. Затем после проведения 14-дневной эрадикационной терапии мы должны назначить репагит 100 мг 3 раза в день на 4 недели. То есть залатать желудок слизистую ополочку межклеточной контакты в желудке. Значит хеликобактер отрицательная функциональная диспельсия синдром полеводигастры и голодное поле эндоскописты дают норму. Значит здесь ингибиторы протона кумбы и если допустим 5-7 дней далее а эффективность недостаточная добавляете пропин антигетамин 50 мг 3 раза в день вот там допустим 7-14 дней а далее по требованию и плюс проводим лечение репагидом в той же дозе. Вот постпрандиальный дистресс синдром функциональная диспельсия по типу постпрандиального дистресс синдрома надо сказать это очень частое частое состояние и последние литературные данные основанные на очень глубоких исследованиях показали что в основе вот этой диспельсии лежит наличие воспалительного процесса 12-перстной кишки и увеличение количества бактерий то есть микробная контоминация 12-перстной кишки поэтому здесь мы назначаем назначаем прогенетики в частности это мет 50 мг 3 раза в день а большинство больных я бы сказала все больные не жалейте кишечных антисептиков все больные нуждаются в назначении кишечных антисептиков курс лечения от 7 до 10 дней это может быть элементарный фурозалитон это мифуроксазид это может быть керифоксимин цифрофлоксоцин амоксицелин все они подойдут значит курс лечения в целом 7 дней и далее плюс рибогид и если сочетанный вариант там и боли есть и дискферсические нарушения прогенетик кишечный антисептик рибогид то есть сочетание этих всех препаратов хронический хеликопакторный гастрит я сказала как его лечить значит и посмотрите повышает эффективность терапии улучшает рупцевание эрозии язвы но самое важное быстро разрешает воспаление вот то которое мы удалили хеликопактор пилория а у больного через 5-7 дней опять появляются эти боли которые были до допустим это следующая противоязвенная терапия любые язвы то есть он был исследован на рупцевании язв любой идеологии и в частности диссекционных язв когда удаляли ранние раки желудка и образовывались огромные язвы в слизистой оболочке он очень хорошо рубцует эти язвы есть большая мировая мировая литература значит итак есть язва хеликопактор положительная значит ирогидация плюс лекобид или лекобид и хеликопактор отрицательные язвы сюда это смешанная такая солянка тоже ингивитор протонной копы плюс ревагир в той же дозе очень спорный вопрос по СРК если вы вспомните как изменялись наши представления о патогенезе СРК то все было сверху вниз то есть Дроссман психиатр он предложил вот как бы председатель этой комиссии по функциональным расстройствам у психиатров нет нормальных людей все требуют какой-то коррекции лекарственной коррекции поэтому у тебя болит живот вот у тебя ненормально с головой понятно вот когда вот как раз это СРК и в тупик гастроэнтерологи в Штыни психиатр Дроссман жмет на них да и они сделали биопсию огромное количество биопсии больных с СРК и показали что в кишке то есть исследовали химус кишки микробиоту кишки и так далее и показали в кишке есть факторы агрессии и в первую очередь это нарушение кишечного микробиома далее это приводит к вот это огромное количество бактерий даже перерост просто перерост даже нормальных бактерий появление условно патогенных повышение проницаемости слизистой наличие воспаления и далее висцеральная гиперчувствительность моторное расстройство а далее уже уже человек который реагирует и ходит с этими симптомами у него начинает развиваться вот эти нарушения центральной нервной системы вот поэтому прежде чем допустим больному пришел больной ой мутный ой такой сякой господи да дам я тебе так вот когда у вас появляется желание назначить больному три циклические антидепрессанты все вы так задумайтесь три минуты три секунды подумайте кому больше надо мне врачу или больному и как правило это врачу вот поэтому забудьте крайне редко требуется вот эта терапия и что оказалось консенсус шестнадцатого года устранение влечения устранение повышенной проницаемости эпителиального барьера и устранение воспаления а как мы можем устранить эту проницаемость так вот как раз и родился этот препарат реполюбин и посмотрите значит диета всем больным с СССР неважно запоры по носу мягкая в теплом виде то есть кулинарные обработки малошлаковая нераздражающая значит так далее спазмолитики это последствия понятно патогенетические последствия назначаем кишечный антисептик особенно у больных с диареей или функциональной диареей кишечный антисептик который я говорила далее кишечные адсорбенты на короткое время и далее цитопротектор реполибид или репогид 100 мг 3 раза в день 2-4 недели с запором тоже самая ситуация значит опять диета та же самая спазмолитики назначаем разжижить консистенцию кала как правило лучше используйте коктейли то есть допустим тот же макрогол с минеральной водой магнезиальной минеральной водой распорять при наличии метеоризма вот вздутие все вздутие метеоризм это продукционный газ продуцирует газ избыточное количество бактерий значит мы должны убрать количество бактерий было доказано что метанопродуцирующая микрофлора дает запоры значит метанопродуцирующая микрофлора это анаэробы на анаэробы у нас есть метромедозол ну ванкомицин ну не будем же мы его назначать но в ряде случаев нефороксалит работает и цитопротектор рибамепит значит при активном тоже работе при язвенном калите этот препарат используется и особенно эффективной клизмой но у нас нет разборок этого препарата клизмы клизмы при дистальных калитах и так повышенная проницаемость слизистой оболочки это основная мишень цитопротективная терапия и рибамепит это единственный препарат который устраняет повышенную проницаемость за счет действия на трех структурах защиты и на всем протяжении пищеварительного тракта благодарю за пищеварительного вопросы к отец кто-то в год и теряясь в цикл как бы здесь порт защитить значит этот препарат работает только на пищеварительном тракте причем препарат не всасывается 90% остается в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта 10% всасывается очень быстро метаболизируется в печени и даже не давая лекарственных взаимодействий поэтому спокойно можете давать это не месопростол то есть вот который мы раньше использовали сайтотек это не тот препарат можно использовать вопрос еще можно скажите пожалуйста в стиле лечения СРК есть ли возможность вместо кишечных антисептиков использовать пробиотик значит я бы я бы на этот вопрос вообще вот проблема пробиотиков при СРК конечно она интересная можно использовать но есть такие ну как бы ограничения допустим если мы возьмем любой пробиотический препарат мы должны знать каждую бактерию аэроп или аэроп почему потому что у нас ну скажем почти до паукинивой заслонки то есть тонкая кишка двенадцатиперстная живут аэропы в толстой кишке их всего три процента в толстой кишке живут аэропы в тонкой кишке они не живут поэтому когда вы даете допустим ну не знаю линекс боксе там ну очень хорошие препараты вы должны понять где они начинают свою жизнедеятельность вот выпила я там препарат комбинированный препарат все аэропы которые есть в этом препарате они начинают размножаться в двенадцатиперстной и тонкой кишке аэроп пойдет транзитом и начнет размножаться в толстой кишке представьте себе что у больной есть избыточный бактериальный рост в тонкой кишке представьте себе что есть микробная контоминация двенадцатиперстной кишки и мы вот этим вольным в обязательном порядке нужна антибактериальная антибактерия вот если мы дадим пробиотик на тот избыточный бактериальный рост в тонкой кишке еще дадим аэропы неизвестно размножатся они или нет или вот эта своя флора подавит и не даст им размножаться то есть это мы не знаем но если теоретически они будут размножаться то мы к своему избыточному бактериальному росту еще добавим рост радиотической бактерии а вот большое количество бактерий в тонкой кишке это это как правило и транслокация кишечных бактерий и так далее поэтому вот если у больного звучит забор понимаете забор это толстокишечная патология запор значит если звучит запор то можно использовать эти пробиотики спокойно не думая ни о чем и не размышляя если у вас звучит тонкая кишка диарея и вам хочется пробиотик да ну хочется какую-то биологическую терапию вот здесь лучше назначить метабиотик продукты жизнедеятельности кишечных бактерий они как правило все обладают антибактериальным эффектом они начинают действовать сразу потому что для пробиотиков надо ну хотя бы неделька чтобы они выросли расцвели начали выделять вот эти компоненты антибактериальные а здесь метабиотики но это мое личное только мнение понимаете я не могу говорить я работаю так как я сказала еще один вопрос если говорить о изоированной ДДР до динок остальной реки так как бы ранее приходилось сталкиваться что производители препаратов пусто дозорской полевой кислоты рекомендовали значение 250 миллиграммов однократно в сутки вечернее время о ваших слайдах мы услышали трехкратно можете прокомментировать вот надо понять что мы хотим в данной ситуации от урса дезоксикулевая кислота значит урса дезоксикулевая кислота она обладает ну участвует в процессах пищеварения она мощный прокинетик она прокинетик дуоденальный прокинетик и она обладает антибактериальным эффектом поэтому вот с этой точки зрения лучше на один месяц там или там на две недели дать урса безоксикулевую кислоту вот в этом трехкратно трехкратно да трехкратно а далее мы можем перевести этого больного на однократный но на однократный прием еще там какое-то время вот когда мы даем однократно мы так себе предполагаем что урса дезоксикулевая кислота заходя в печень как бы угнетает синтез своих собственных желчных кислот которые являются токсичными и быстро деконюгируются и на 30% замещают вот это свои желчные кислоты урса дезоксикулевая кислотой но это должен быть она будет работать только через месяц понятно то есть должен быть накопительный период она не может с первой капсулы вот повлиять на метаболизм своих желчных кислот в печени понимаете поэтому здесь я я здесь не уменьшаю синтез своих желчных кислот понятно здесь я увеличиваю количество желчных кислот их антибактериальный потенциал их пропенетический потенциал ну и участие в процессах пищеварения еще антибактериальный эффект кушать зокси полиурокислоты а может ли одно быть достаточно для деконтаминации нет 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 не может